Путь к успеху в трейдинге Психология – это самая важная составляющая процесса обучения трейдингу, и трейдеры, как правило, проходят пять стадий становления. Приступая к обучению, новички не осознают, что на трейдеров влияют психологические факторы. Чем больше вы будете знать об этих психологических аспектах, тем легче вам будет избежать ошибок в процессе обучения. Существуют различные модели, описывающие стадии обучения, через которые проходят трейдеры. Наиболее распространенной моделью является концепция четырех стадий компетентности школы Gordon Trading International с добавлением пятой стадии «Момент озарения». Модель включает в себя пять стадий обучения трейдингу. Неосознанная некомпетентность Осознанная некомпетентность Озарение Осознанная компетентность Неосознанная компетентность Первая стадия, через которую проходит трейдер, называется «Неосознанная некомпетентность». Новички обычно начинают торговать, потому что они слышали, что с помощью торговли на финансовых рынках можно заработать большие деньги. Эти трейдеры уже находятся под влиянием эмоций, так как они мечтают зарабатывать много денег. Это может привести к двум последствиям. В первом случае начинающий трейдер может столкнуться с тем, что его позиции будут двигаться против него. В силу того, что трейдер не знает, что с этим делать, он просто наблюдает за тем, как убыточные позиции разоряют его торговый счет. Страх убытков вынуждает трейдеров быстро закрывать эти позиции и открывать другие в противоположном направлении. Но и эти позиции разворачиваются против него. Новичок не понимает механизма торговли и не знает, как принимать верное решение в различных условиях рынка. Такая торговля будет постепенно опустошать счет трейдера. В этой ситуации трейдер либо прекратит торговлю, либо перейдет на вторую стадию обучения. Во втором случае позиции трейдера могут показаться прибыльными. Новичок закрывает эти позиции и его счет растет. Это создает у трейдера ложное чувство безопасности, убежденность в том, что торговать легко. Трейдер становится самонадеянным. В результате этого новичок идет на большой риск, но рано или поздно рынок начинает двигаться против него. Наступает момент, когда 2-3 проигрышных позиции разоряют весь счет. В итоге трейдер либо совсем прекратит торговать, либо осознает, что ему не хватает знаний и перейдет на стадию осознанной некомпетентности. Когда трейдер осознает, что ему не хватает знаний рынков, он достигает стадии осознанной некомпетентности. С этого момента трейдер стремится получить как можно больше знаний, так как понимает, что это путь к успешной торговле. На этой стадии трейдер убежден, что чем больше у него знаний, тем лучше он будет торговать. В этот период происходит частая смена торговых систем, так как трейдеры стараются улучшить свои результаты. Тем не менее, знания могут не принести быстрых практических результатов, и эффективность торговли будет по-прежнему оставаться низкой. Трейдеры винят в своих неудачах брокеров и плохие системы, и в то же время превозносят свою стратегию, если она приносит успех. На этой стадии трейдер уязвим перед мошенниками, потому что он готов принять любую систему, лишь бы она приносила прибыль. Осознанная некомпетентность – это самая опасная стадия для начинающего трейдера. Чтобы перейти на следующую стадию, вы должны задать себе следующие вопросы. Следую ли я своей системе? Веду ли я торговый журнал? Регулярно ли я анализирую предыдущие сделки? Знаю ли я заранее, когда входить в рынок и когда выходить из него? Беру ли я ответственность за свои сделки на себя или виню в неудачах других? В какой-то момент у трейдера наступает озарение. В этот момент вы начинаете понимать, что успех в трейдинге сводится к правильной психологии. В момент озарения трейдеры начинают понимать, что они не в состоянии предсказывать рынок, и что прибыль – это результат серии сделок, как прибыльных, так и убыточных. Они понимают, что необходимо следовать системе, сокращать убытки и наращивать прибыль. На этой стадии трейдер начинает открывать и закрывать позиции только в соответствии с системой, независимо от своих эмоций. После момента озарения, когда трейдер начинает торговать в соответствии с системой, наступает стадия осознанной компетентности. В состоянии осознанной компетентности трейдер принимает торговые решения только сообразно своей системе. Трейдеры гораздо легче переживают неудачи, потому что у них есть уверенность в системе, которая приносит прибыль в долгосрочной перспективе. Они осознают, что ключевым аспектом трейдинга является управление капиталом. Вместо того, чтобы надеяться разбогатеть за час, эти трейдеры в течение длительного времени наращивают свой счет. Наконец, трейдер переходит на последнюю стадию, которая называется неосознанная компетентность. На этой стадии у трейдеров настолько большой практический опыт, что они принимают решения почти автоматически. На этой стадии трейдеры ведут себя очень дисциплинированно, и им требуется минимум усилий, чтобы контролировать эмоции. На этом мы заканчиваем свой рассказ о том, как стать успешным трейдером. Из этого урока вы узнали, что обучение трейдингу – это психологическая задача, связанная с решением различных трудностей. И существует пять стадий, через которые проходит трейдер в процессе обучения. Спасибо вам за просмотр! Если понравилось данное видео, поделитесь им с друзьями, подпишитесь на наш канал Инстардинг и обязательно поставьте лайк. Всем пока!